спасибо большое спасибо за то что пригласили и буквально пару слов расскажу чем чем мы занимаемся странное издательство журнал под названием шри прежде чем мы приступим к нашей основной теме и собственно журнал существует в электронном виде с 2013 года мы запустили ресурс которого очень сильно не хватало после того как мы закончили учиться собственно главный редактор журнала мой друг и соиздатель женя югечек мы с ним познакомились в британской школе дизайна много учились на курсе у такого дизайнера шрифтового и издателя Ильи Рудерман вот примерно в те годы мы как-то очень устро ощущали что литература на темах кто нас волнует оформление книги о типографике об истории шрифта она существует но в основном конечно на иностранных языках и вот это какая-то такая тоска по регулярным интересным публикациям на тему шрифта в общем нас подтолкнула к созданию такого журнала в 2017 году мы запустились при партнерстве с Яндексом мастерской Димы Барбанеля и компанией Паратай за что им всем огромное спасибо журнал который мы придумали не предполагался как какой-то серьезный регулярный медиа который будет каждый день что-то выдавать и активно о себе заявлять скорее это были лангриды где мы хотели немножко управлять читательским минимумом чтобы человек мог спокойно открыть наш новый материал не обязательно прочитать его сразу за один вечер может быть растянуть на несколько вечеров в общем это были скорее статей исследований и вот примерно в таком ритме с 2017 года мы существуем о чем мы пишем мы пишем во-первых о том что происходит со шрифтовым рынком сегодня кто выпускает шрифты нам интересны наши ровесники и наши учителя кто их рисует кто их проектирует это как бы одна такая большая сфера которая нам всегда интересна и каждый год с 2012 мы делаем такие дайджесты или мы называем топ шрифтов самых интересных шрифтов с кириевицами другая сфера это рассказы и исследования об истории типографики ну так сложилось что с момента запуска мы познакомились с целым рядом наследников художников и это была счастливая возможность поработать с архивами и вот это такая большая большая колея которые мы тоже катимся собственно с момента основания работаем с архивами публикуем на основе этих исследований статьи а в 2014 году мы помнили что то что выходит у нас журнале это еще и хороший повод издавать эту книгу и вообще это у нас всегда была большая мечта вот издательство делать книжки издавать настоящие книжки и в общем то мы не скажу что у нас прям вот огромное количество книг выходит в год если мы выпускаем две книги в год это хорошо и в основном мы конечно работаем по системе которая называется crowdfunding то есть книжки создаются в тот момент пока мы на них собираем бюджет то есть это по сути системы предзаказов у нас есть небольшой интернет-магазин где все наши книжки в том числе те которые уже закончились можно как-то рассмотреть полистать и познакомиться с ними практически все из этих книг сегодня здесь вот со мной и я как-то иногда буду на них обращать внимание чтобы показывать и рассказывать но в общем они здесь в библиотеке всегда будут просмотров с ними можно будет познакомиться тема о которой вот сегодня хотелось поговорить вообще мне очень нравится что у нас вот такой формат достаточно узкого круга это рисованный шип почему мне захотелось про него поговорить потому что это довольно странный жанр вот правда потому что это жанр которым сегодня пользуются если не очень мало но во всех случаях ограничен да то есть рисованные буквы заказанные у художников сегодня используют очень точечно а вот передо мной здесь лежат две книжки одна из них есть на 60-м году а вторая на 17 лет позже в 77-м воздействие книга обе они называются искусство шрифта очень пафосно называется вот ему всегда волновало вот это название этих двух книг и когда я их листал я не могу понять что это за жанр чему его в советское время выделяли отдельно как целое искусство да и если вот мы начинаем листать эти книги так вот гружаемся в него в эти издания то мы видим что это по сути чуть ли не станковая работа листы с этими шрифтами доставлялись на специальных выставках которые организовывал мост в том числе на кузнецком одиннадцать да то есть художники помимо того что они занимались своим основным делом творчеством да у них всегда была вот какая-то такая а сфера деятельности во многом это был заработок рисование шрифтов и методов и заставок для самых разных издательств на заказе когда я эти книги вот пролистывал меня поражало насколько вот то что даже вышло здесь в шестидесятом году не то что оторвано от большой сферы рисованных шрифтов который существовал в двадцатые и тридцатые а тут даже практически нет намеков вот как будто все мосты сожжены и мы здесь видим определенный стиль рисование где-то пытался всегда понять как же вот это все происходило почему эти мосты они вот так каждую буквально декаду начиная условно 21 года просто обрубались вот эти выражается выражался юрий герчук резкие стилевые повороты почему они происходили меня это всегда вот карта действительно волновало сказать что чем на тему типографики написано довольно много и тут нужно конечно почему рассказывая о рисованном шрифте я употребляю словом типографика по сути типографика это искусство расположение на формате на листке печатных элементов то есть это больше про производство до печатных элементов это значит наборный шрифт клише с фотографиями иллюстрациями и так далее так далее входит ли в сферу типографики рисованный шрифт я для себя решил что конечно же он входит потому что тот оригинал каллиграфический нарисованный который художник задавал в типографии так или иначе тоже превращался в клише монтировался на печатной форме и потом с этого конечно же это тоже графическая сфера а сразу скажу что то о чем мы сегодня будем говорить и то что я покажу это не то что какие-то уникальные знаки конечно есть великолепное исследование на тему вот этих резких стилевых поворотов рисованном шрифте например у Вадима Григорьевича Кричевского в частности я имею ввиду его книгу которая называется обложка эпохи революционного натиска но у Кричевского эта книга вышла на рубеже 90-х и 2000-х у Кричевского скорее это первая попытка показать весь огромный спектр стилеров как по-разному работали художники в то время и совсем чуть-чуть он там говорит о причинах изменения характера бога стиля бог и мне всегда хотелось немножко вот именно причины по которым все это как-то так менялось волшебным образом обозначить побольше и пошире конечно об этом много писал уже упомянутый мой Юрий Яковлевич Девчук правда в какую-то прямо отдельную книгу у него это не вылилось хотя вышло в последнее время совсем недавно уже после смерти Григорьевича книжка называется искусство книги к сожалению она абсолютно простят меня издатели безобразно и мне кажется вся прелесть исследования Григорьевича просто похоронена очень плохим дизайнерам но так или иначе вот говорить о всем рисованном счете был бы странно неделю здесь засядем поэтому я вот как-то выделил то что видите сейчас на экране четыре таких больших сферы первая сфера ею вот тоже пусть меня искусство это простят специалисты да я ее называю новой догмой вот новая догма это то что обычно привыкли называть конструктивизмом да но надо понимать что конечно же 21 по 30 год художники делали огромное количество букв которые которые конструктивистами точно назвать нельзя но тем не менее вот эта новая догма постреволюционная она довольно ярко выделяется внутри нее я выделил конструктивистов 1 и конструктивистов 2 конструктивисты 1 и конструктивисты 2 это как раз замечательная технология Кричевского кто такие конструктивисты 1 это прежде всего художники которые были воспитаны в культуре серебряного лета Александра Гротченко но ввели в полиграфию на обложку плакаты те самые шрифты которые мы так которые мы так хорошо опознаем 20-е годы да вот когда мы смотрим вот на этот шрифт его еще называют павочным довольно странный тоже термин пусть это будет павочный шрифт вот когда мы смотрим на него мы понимаем что это просто ДНК 20-х годов что можно сказать про эти буквы с точки зрения образа с точки зрения эмоций вообще про буквы вот как-то странно говорить да это все-таки не кино не литература 20-х годов да вот сложно их описывать с национальной точки зрения но тем не менее в частности мы у нас в журнале постоянно вот с этим заморачиваем нам очень интересно 25 вот этот эмоциональный образ из буквы да как они влияют на нас мы можем сказать конечно про эти буквы что они брутальные что они абсолютно обезличенные да эти буквы могут сделать доморощенный художник в любом деревенском клубе по специальному методичке по пособию по клеточкам нарисовать их а эти буквы мог сделать Александр Михайлович Ройченко или Алексей Гам это буквы у которых как бы нет в которых нет руки дизайна и это все вот те самые тривиальные понятия которые за которые мы этот шрифт любим но почему-то очень часто забывают что самое главное что можно сказать про эти буквы что они прекрасно вариативные удивительно вариативные да то есть такой палочный шрифт довольно быстро используя линейку целюбку или карандаш можно нарисовать либо очень широким либо очень узким либо очень насыщенным или жирным либо очень тонким и мне кажется что именно по этой причине этот шрифт так сильно связан с архитектурой потому что им очень удобно было эти буквы компоновать с фасадом здания это доказывается тоже довольно просто да если мы посмотрим на сохранившиеся образцы конструктивистской архитектуры и то как архитекторы на них размещали эти излюбленные павочные шрифты мы видим действительно они очень здорово гармонируют с любой плоскостью ты можешь их расположить вертикально ты можешь их как вот на эти аптеки пустить их по такому сейчас тоже архитектурина будет ругать фризу да как-то это называется в общем проблем с этим никаких нет или посмотрите тоже пример который я просто обожаю это весенецкий проект мусторга ну то есть кажется ничего особенного посмотрите на насыщенность они удивительным образом лифмуются с перемычками растекло то есть это шрифт который не просто был средством заявить новости еще и универсальный инструмент для того чтобы задружить этот момент помимо перечисленных эмоциональных образных вещей про эти буквы тоже важно для себя отметить ну и вот еще несколько примеров слева такой пример проект доски объявлений из архива соломона телегатора такой замечательный типограф художник советский довольно много работали с архивом его сына владимир сломанович таленгатор и выпустили монографию литераж к сожалению закончился но в общем это попытка последить вот весь творческий путь художника мы попытались выбрать просто из архива более яркие характерные вещи построить на этом монографии вот и вот по этой доске объявлений видно что эти буквы еще конечно великое превращались в объемную штуку вообще время было очень сильно спрессованно работать быстро особенно начале двадцатых да и внедрять эти буквы в дизайн и получалось тоже довольно лихо да и в общем особо можно можно заморачивать и что важно в случае этих букв не существовало наборных шрифтов в то время в типографиях это именно в таком образе это все был рисованный шрифт и конечно тут мы сразу поминаем ротченко и вот его программный такой манифест линия который в 1921 году был опубликован если я не ошибаюсь в институте художественной культуры то есть это бывает как доклад для инхука эти линии конструктивисты рисовали собственно с помощью самых базовых предметных предметов вроде линейки респейдера и вот циркуля на этом шаже у варвара степанова изображена держит линию до правой руке у него чертеж инструмент это довольно тоже важный момент для того чтобы понять как эти буквы делать да то есть их него в типографии их их рисовали и собственно вот этот момент конструктивности художников очень прилипло то что вот он берет расчерченную бумагу по клеточкам и с помощью чертежных инструментов пути будут устроены сейчас я подбираюсь к этому парадоксу который мне тоже немножко страшновато говорить на самом деле это довольно известная апрелярная вещь но мне как-то вот хочется вам про нее тоже рассказать я уже говорил что наколение первых конструктивистов по большей части люди которые были воспитаны в культуре серебряного детства и на графике книжные графики эпохи модерна ручки не исключение здесь вот там на фотографии изображен в пору своей учебы в казани художественной школе это вот какая-то у них там была тусовка или вечеринка с египетским вот и просто видно обожаю фотографии видно атмосферу в котором формировался как молодой человек художник это была абсолютно атмосфера такая богинная атмосфера серебряного века связанная с этим всем и поэзией книг которые они читали и кстати в эти годы если посмотреть на переписку любого варвара степанова и родчинка степанова называла не значит как лиандр огненный то есть у него была в какой-то переписке интимное прозвище было по-моему это тоже здорово и очень сильно объясняет нам почему родчинка и его колени перешли вот к этим брутальным бутылкам как они к этому вышли а вышли они к этому через вот такую графику ну вот эти женские фигуры в кимоно 12-14 год это все непонятно это ученические опыты но посмотрите например на виньеточку под номером 1 я специально поставил рядом с виньетками из журналов эпохи модерна которые ручек мог в те годы листать вот видно что как художник здесь ручника пытается взять классическую виньетку из книги 19 века из эклектичной из раздражавшей его книги с очень пассивной типографикой просто свернуть в какой-то узел нам кажется господи ну виньетку нарисовал нарисовал но на самом деле для него это был очень важный шаг вот по переписке по воспоминаниям видно что Степановой пишут что сегодня он буквально заглянул в какую-то безуму когда попробовал нарисовать какую-то беспредметную штуку мне кажется вот от этой виньетки уже сделан очень большой шаг к конструктивистской типографике вот эта схема художника лотера крейна значит книги линия и форма крейн был художником круга Вильяма Морриса тоже многое объясняет это схема который показывает как строить орнамент и видно что он показывает разные стилевые типы орнамента а внизу вот если вы посмотрите там есть базовая фигура квадрат круг и там написано что это это основополагающая фигура для построения орнамента вот эта попытка укоротить орнамент до геометризированной формы это тоже важная штука которая очень сильно влияла на конструктивистов поколение 1 и тут кстати можно и Врубеля вспомнить вот строгановки он совсем мало преподавал но по воспоминаниям в книге Шуя Геной о строгановке есть очень важный момент который я тоже очень люблю он просил учеников цветы и зверей и разные фигуры упрощать так чтобы их можно было легко в качестве повторяющегося паттерна ставить на тарелку по кругу чего в общем не было у других преподавателей строганов это было не классическое расписывание блюда это была попытка уже как-то геометризировать работу художника и поэтому когда я ставлю две вот эти обложки слева золотое руно седьмого года а справа просто лист с палочным шифтом и способен как раз для деревенских клубов я это делаю не для того чтобы как-то пооригинальничать а просто показать что на самом деле вот эта конструктивистская типографика которая считается прорывной и эволюционной она по сути дела повторяю типографику эпохи модерна что сделали конструктивисты они поставили абсолютно те же композиционные принципы построения это легко заметить прям видно что здесь все сделано такими кирпичками блоками и здесь все сделано абсолютно теми же кирпичками на самом деле вот эти излюбленные плашечки структивисты это такой кирпичкой номер так стянут ревизу в одну плавку богатая орнаментальная модернистская штука то есть точнее не модернистская а модерновая штука ну то есть как-то вроде странно их сравнивать ну просто просматривая огромное количество обложек самый ранний структивистской поры понятно что в общем они в неком раздражении очень сильно просто упрощали принципы художников эпохи модерна и все это вычеркчивать да это не был это не был набор и просто для доказательства того что вот опять же художники воспитанные эпохи серебряного века палочный шрифт использовали точно так же как например мир искусники вот слева замечательная афиша которую мы показывали на выставке музей москвы посвящен кутемасу это Ольга Игоревна Чичегова маленькая литографированная афишка студенческого капустника он назывался хождение по мукам кутемасу спектакль состоял в том что значит там студентка она по сцене растерянностью бродила и натыкалась на последовательные на те дисциплины основного отделения которые студентам нужно было пройти да всем было известно что основное отделение довольно сложное и на этом спектакле было построено вы видите что палочный шрифт он действительно здесь используется как очень легко масштабируемый по сути аргументальный инструмент да здесь нет ничего революционного и прорывного что мы так любим вычитывать из двадцатых годов именно в этой эстетике импульсованного палочного шрифта в это же время в работу включилось второе поколение художников они были чуть помоложе чем Родченко Ганн и Варвара Степанова это люди которые внесли собственно конструктивистку типографику то что ей положено природой а именно производственную линию они наконец-то стали использовать те шрифты которые были в типографике вот в этой цитате которую Лисицкий по воспоминаниям сказал Теленгат в этой фразе нечего пачкать руки они у тебя всегда черные и грязные ты должен все нарисовать а на большей типографии все сделать вот здесь как раз и виден конфликт поколений конструктивистов один и конструктивистов два Лисицкий это абсолютно художник творец который в том числе делал еще и окошко да для него это была просто вот часть его большой программной работы ну что ты там нарисовал и хорошо а вот Ленигатор это был чистый прикладник человек который был заточен профессионально то есть он себя мыслил уже как графический дизайнер не просто как художник не просто как мыслитель который подвигает как Лисицкий целую программу да человек который занят каким-то очень будничными с точки зрения конструктивистов одним вещанием сидит в типографии которые вот здесь Соломон Теллигатор совсем молодой это конец двадцатых это группа работников первой образцовой типографии типографии Сытина в общем-то Теллингатор сформировался как художник как типограф именно в практике типографической работе и вот конструктивисты два принесли вот такую важную вторую волну вот в эту новую добру как мы ее назвали это работа именно с наборной и конечно то чего добились и Гинн Теллингатор и Груз Бутнов те годы это абсолютная фантастика когда мы вот эти вещи показываем коллегам друзьям на западе дизайн школы еще где-то они просто не верят ну то есть они в принципе они прекрасно знают это своих героев наборщика но когда они смотрят на это и говорят что здесь нет ни одной вещи нарисованы это все фон вот этот вот китаец это все из скобочек изгнутых лини металлических это все наборные вещи они поражаются как это сделать вот это была такая вторая мощная волна и даже рыба рыба тоже вот она из скобок собрана довольно тенгатор этим возил очень здорово к сожалению не удалось в архиве вообще не найти новую эскизу как они это делали как они собирали ну Кричевски в них говорил что где-то он встречал что они готовили некую гипсовую форму сначала гипс вот эти все закладывали металлические элементы она застывала и так у них получалось собственно что иначе непонятно как эти все элементы закрепить вот эта линия рисованного шрифта которую я сейчас расскажу она относится вот уже ко второму вот этому кружочку большой вот этой сфере которую я тоже так домороченно называю я ее называю гуманным модернизмом это был ответ в художественной среде ответ на вот эту жесткую конструктивистскую манеру рисованного павочного шрифта она существовала примерно вот с 27 года по 32 вот эту вот очень условную отсечку эту дату 32-й год я беру только потому что именно тогда возникло вот это знаменитое постановление ЦК о перестройке литературно-художественных организаций когда все кружки вообще вся групповщина называлась она была запрещена и собственно с этого момента примерно начинается то что мы знаем поднимем соцреализм и самое главное именно в этот момент стали организовываться союзы единые союзы художников союз писателей для которых вот это все сейчас существует союз кинематографистов и так далее все архитектор вот до этого момента художники успели как бы противопоставить конструктивистам вот такую страннейшую манеру рисования буквы на книжную таблошку и на изредка на плакат этой манеры в этой монографии нету ну понятно почему потому что индивидуально жестко закремили просто называли вот такие буквы вот такая точка я всегда задавался вопросом откуда эти буквы вообще взялись почему они брали кисточку и так странно рисовали а это просто был вал книжной продукции вот сейчас на экране вы видите просто один из характерных примеров я его тоже просто очень люблю это студенческая работа Ильи Кулешова в Хутемасе это его дипломная работа там такая папка литографии была на тему спорта даешь здоровую смену там у него значит литография с хоккеем футболом скачки еще что то очень красивые такие яркие образные литографии обложка была сделана вот так когда я впервые увидел я даже как-то торопил ну казалось бы в двадцать девятом году сделаю там попрочем вот такими палочными шрифтами но нет я стал разбираться и я понял что эта манера шла во-первых конечно от его преподавателя руководителя Николая Николаевича Куприянова великолепного совершенно гравера художника теоретика искусства который в то время был очень увлечен графикой сделанный при помощи камня то есть литография вот во многом эту форму букв им диктовал инструменты те средства которыми они делали иллюстрации вот что на камне сделать такую штуку нужно было взять кисть значит специальный химический раствор и и вот эти инструменты во многом диктовали форму этих букв понятное дело что оригиналы с этими буквами потом задавались не только для литографской печати но еще и для цинкографии вообще для всех существовавших в то время форм изготовления клише с которых печатались книжки или плакаты но тем не менее это довольно сильно влияло ну вот например работа собственно руководителя Куришова Куприянова как нарисовалась так нарисовалась ну хорошо литография технология печати это все понятно но все-таки они же куда-то еще смотрели на что-то да вот что на них влиял но ответ нашелся тоже довольно быстро понятное дело они смотрели на первые диктографированные политические книжки футуристов вот там этот шрифт был очень популярен и вот здесь вот справа я поставил просто одну из сотен книжек это работа Розеновой где вот эти буквы вот еще из традиционных получается времена с 14-го года перекочевали во второй половине 30-х тоже не случайно потому что Куприянов в общем в этой среде во многом сформировался он прекрасно знал кстати попить элегатор все вот эти туристические это книжки которые делались чуть ли не на коленке они достаточно ужасными напечатаны и там мы видим вот эти буквы они сохранились они прошли через революцию и попали вот в огромное количество книжной продукции и вот у нас уже получается три таких мощных линии рисованного шрифта внутри них одна линия состоит из использования наборного материала конструктивистское жесткое набор и вот такая манера рисовать улицу это тоже довольно любопытно и вот внутри этого как я назвал гуманного модернизма был ряд художников которые вообще не смотрели ни на конструктивистов ни на вот этих станковистов старались вырубить их собственности вот про них можно делать отдельные большие рассказы но тем не менее про одного из них я расскажу это борисов титов его нужно условно отнести к таким художникам которые смотрели на искусство наверное ардеку страннейший шрифт он его годами выработал вот такой гротесии такого шрифта он не мог найти в типографии и когда ему заказывали обложки он его просто рисовал и сегодня мы почти все все работы титова можем опознать если вдруг они не подписаны а титов практически всегда подписывал свою работу это БТ кружочек это в общем встречается почти на всех его работах ну по этим буквам мы можем сразу вычтемить его книжки титов удивительный художник у него особенно никто ничего так ничего не знает а это причем человек который в цельское время сделал пожалуй больше чем все художники которые работали для издательства ну больше тысячи книжных авторов архив в Галле содержит около 400 книг ну и в частных коллекциях удивительный смелый вообще неповторимый абсолютно художник который выживал свою такую манеру которая во многом затмевала те движения о которых мы уже поговорили вот еще на его обложке видите что он обожал вот такие траектории то есть он мог поставить рекорд мог придумать самую длинную траекторию для обложки и по ней нарисовать вот эти буквы ну и плюс конечно манера рисования у него тоже была очень самобытная видно что вот он ну у него была профессиональная выучка это стал как он бросил медицинский институт он учился в свободно государственных художественных мастерских у архипова и немножко всегда занимался живописью но тем не менее вот книжная книжный дизайн был в основной профессии видно что вот он выработал еще и в рисунке в иллюстрации какую-то свою очень узнаваемую очень странную такую линейную манеру как бы пик вот этого арт-декошного такого стилевого направления вот он пришел на эту книжку Титова так третий год это предчайший альбом который сохранился в нескольких экземплярах это фотография который сделал собственного прическу мы сейчас с ним делаем выставку Титова в коснем оно наверное все-таки состоится это конечно поразительно то что в тридцать третьем году еще можно было оформить текст Сталина вот так Ну к чему мы привыкли, когда мы смотрим на любую вещь конца 40-х и начала 50-х, мы привыкли вот к такой строгой антикве, центрально-симметричной выключке, в общем это я еще покажу подробно. А оказывается, что в 1933 году еще можно было сделать вот такой титульный лист для доклада Сталина напрямую. Мне кажется, что вот этой вещи нету ни здесь, ни здесь. Это абсолютная фантастика, то есть это, ну во всяком случае, это весело, да, это свободно. Это сделано с точки зрения графического дизайна, который обожает буквы, это видимо. А посмотрите, как сделан переплет. Сталин, а там АЛ, Тегри, вот другие вещи ходят. Что это вообще? Как это можно было сделать? Ну, этот альбом существовал. И за этот альбом титовы не отправили в лагеря, ненаверно. Это еще был год, когда так можно было успеть сделать. Титов этим воспользовался. Значит, вот тут я подвожу такую черту, да, вот все, что мы сейчас посмотрели, условно, называется модернистской типографикой, модернистским рисованным шрифтом, да, 20-х и первой половины 30-х годов. Вот если попытаться как-то суммировать, а что характеризует, да, вот эту модернистскую типографию, то, в общем, какой-то один архетип будет совершенно невозможен. Видно, что художники работали в очень разных направлениях по-своему, были конструктивисты, были вот такие арт-декошники, были последователи Куприянова, да, которые рисовали буквально кисточкой. Но их обложки книжные объединяют, ну, во всяком случае, несколько вещей, да, это такая динамика элементов, где они работали пятнами, что-то крупнее, что-то меньше, да, абсолютно разнообразие осей выравнивания, у них не было какой-то единой выпечки, а они пространство листа воспринимали, ну, как бы, вот, как такой геодетический план с самолетом, который смотришь, который надо, вот, как бы, его нужно весь запомнить, да, чтобы здесь вот картошка росла, а здесь вот, значит, морковка, шлифт появился, и вот этими пятнами крупными они работали. И, в общем, вот эта яркая акцентировка, наверное, это вот такой самый чёткий, чёткий маркер вот этой модельницкой типографии. Почему и как это всё закончилось? Ну, понятное дело, что одной сентенции какой-то, наверное, не скажешь, я здесь просто привожу несколько совершенно фантастических, абсолютно редчайших таблиц, которые нашёл Никита Ерофеев, значит, в полиграфическом институте, где-то в шкафу, или они лежали эти, это металлические пособия, для студентов, значит, каллиграфического института, вы знаете, что он был основан примерно почти сразу после разгрома Хутемаса, да, в 30-м году, часть преподавателей, в том числе те преподаватели, которые были в кругу Фаворского, да, они перешли туда. Эти таблицы мы тоже показывали на выставке про Хутемас, правда, уже в самом последнем зале, там, не все доходили, но когда ты рассматриваешь эти таблицы, ты понимаешь, что вот тут на них студентам показывали, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот под этой обложкой, правда, никакой, да, вообще, совершенно никакая обложка там написана. Простая наборная обложка, увлекательно передающая содержание книги. Она нисколько не проигрывает в сравнении с соседними сложными обложками. Мы смотрим на шедевры, рядом шедевры стоят типографики, тут написано. Идея содержания передано шрифтами резко различными по своему рисунку, положение действия предельно подчёркнуто. Ну, то есть человек, который делал эти металлические таблицы, он хочет сказать, что, ребята, так не надо, вот это какая-то ерунда, штукарство. А дальше за словом штукарства уже следует слово предельство и так далее, и так далее, да. И то же самое вот здесь, здесь ещё смешнее подпись. Вообще, кстати, человек, который это делал, вот я у Никиты Ерофеева спрашивал, а известно вообще, кто эти таблицы ставил? Он говорит, не знаю, но у него чувство юмора было фантастическое. Значит, там написано, образец неудачного подражания, слово «по» не доходит до зрителя. А мы действительно слово «по» не сразу считывали, как ручка этого молотка. В этом есть хоть какая-то миссия дизайнерская, правда? И дальше там написано. Молоток, которым осуществляется удар, не даёт впечатления сильного размаха и удара. Ну, как бы, окей. Значит, а вот этот удар по интервентам, он даёт сразу впечатление удара. Всё понятно. Ну, хорошо, ладно. Вот, и, в общем, эти таблицы, вот, собственно, стиль, который Патриянов и его ученики буквы Хрисовных пропагандировали, здесь без комментариев просто подписано. Ну, паничество, так не надо. А этот обошки теленгатора, по которому я уже говорил, они названы формализмом. Ну, это очень известное слово, да. Мы знаем целый цикл публикаций в «Правде», где Клеймельев и Шостаковича, и это слово там очень ярко и образно используется. Вот. Здесь написано, что все три обошки принадлежат книгам, тема которых – крестьянство. Вертикальные линии в первой и третьей обошках, очевидно, должны по замыслу художников напоминать пашню, в скобках города. Решётка на средней обошке вообще непонятна и неуместна при таком заголовке. Ну, ничего, я читаю эти комментарии, для того, чтобы в очередной раз убедиться, что на самом деле те штуки, которые появлялись на книжных обошках, которые нам сегодня кажутся необязательными элементами, с точки зрения директоров издательств, худредов, людей, которые принимали от художников эти обошки, были невероятно важными. В какой-то момент, примерно с 1935 года, любая чёрточка на книжной обошке стала почему-то значить невероятно много. Чего не было, конечно, в пору «Новый дом». С 2020 года, примерно до 1932 года. И поэтому, конечно, вот вся вот эта красота, о которой мы сегодня говорили, модернистская типографика, она довольно быстро была свёрнута, заклинена. И вот сейчас мы как бы переходим к другой сфере. Я её называю по названию замечательной вытеки, которая проходила в галерее на Шаболовке, которую делала Саша Селиванова и Инадий Пумьян. «Советская античность». Вот «Советская античность» книжной обложки очень хорошо представлена как раз-таки вот здесь. В оправдании этой монографии я расскажу, что, конечно, поскольку она вышла в 60-м году, здесь очень много оттепельного шрифта, замечательно рисованного. Но, тем не менее, вот эта абсолютная мертвичина составляет довольно серьёзный объёмный потенциал. Это сделал Теленгатов. Человек, который мы видели в 20-е годы, создавал абсолютно свободную, удивительную с точки зрения композиции, с точки зрения либо рисованного шрифта, либо наборного. Вещи, которые сделаны заинтересованным человеком. Когда мы смотрим на эти почтовые марки СССР, мы понимаем, что здесь ему как дизайнеру на какое-то короткое время пришёл к ним. Ну, почему? Потому что, если посмотреть другие работы из его архива в этом периоде, это вот с самого начала 50-х до смерти Сталина. Они ничем не отличаются друг от друга. Вот этот вот «Московский орден Ленина Государственный университет», эти почтовые марки. Или, например, «Жизнь родящего Ивана Тетчерева», другая художника. Это тоже работа Эрберга, которую я нашёл в архиве НПО «Полиграф Маш». Было остатки в, собственно, полиграфическом институте. Есть комната, в которую иногда пускают студенты. И там остатки отчётов, которые делали художники, работавшие в НПО «Полиграф Маш». «Полиграф Маш» был это самое большое предприятие, которое единственное АССР, которое делало, аккорректировало наборные шрифты. И вот эта работа Эрберга 50-х годов, ну, это абсолютно по-вадзиански такое, да? «Древний Рим, шрифт, колонны, троя». Или вот талантливый, я абсолютно, Павел Михайлович Кузанян, он в 50-е годы, в конце 40-х, делал вот так. То есть смотришь на эти вещи и, конечно, с трудом понимаешь, где Телеменгатор, где Кузанян, где Рэрберга. Правда, ну, они все использовали один и тот же рисованный шрифт. И Насковик просила, в этом не спорят. Но тоже важный момент, это всё рисовалось пером, да? Не было вот таких антиков в арсенале типографии. Да и поэтому так много было этого рисованного шрифта вот эти годы. Но с точки зрения композиции, то грех как бы не сравнить эти обложки с архитектурой, конечно, талантского ампира. Это вот Рудник-Чернышёв, это вот план МГУ, один из планов, чему прекрасен. То, что это абсолютная суперсимметрия. Да, и в целом, если посмотреть, она зеркальна. И внутри, если заглянуть там на каждый кусочек этого плана, там тоже идёт вот это зеркальное отражение всего и вся. Ну и, собственно, и даже модель, если посмотреть, здание МГУ, она тоже абсолютно зеркальная, и можно получить некую центральную пульсу. Или вот фрагмент фасада, да, как сделан с часами. Этот фрагмент фасада опубликован в книжке Кузанянова, то он оформил этот титульный лист. Значит, что эти часы, что сама книжка, где они опубликованы, это абсолютная декларация центрально-симметричная вот эта и выключена. Ну и очень понятно, откуда это всё пришло. Для того, чтобы имперскость проявить в типографике, нужно обратиться к самой прекрасной, лучшей империи, которая существовала в нашем риме. Это Древний Рим. И, собственно, вот они, эти буквы, которые были моделью для художника, которые делали вот такой рисованный шрифт «Духи советской античности». И вот в её случае как раз-таки очень легко выделить очень жёсткий архитект. А вот если посмотреть на любую книжную отложку, примерно с 1939 до 1952 или 1953 года, она будет выглядеть именно так. Это жесточайшая иерархия элементов, где всегда сверху мнения написано имя автора, внизу пятнами название крупно, идет герп или логотип издательства и некая мелкая подпись «Выходные данные». Ну, самое главное, конечно, это центрально-симметричная выключка. Причёски совершенно замечательно называют это время временем, когда все, как на шампур, насаживали шашлык. Вот эти рисованные стороны. Вот одно и то же. Вот. Кстати, опять возвращаемся к этим металлическим таблицам. Если нам кажется, что просто достаточно сделать такую обложку, то вот студентам объясняют, что непросто. Смотрите, ребята, вот самое левое, значит, это неправильно, слишком высоко вы забрали. Значит, вот этот шампур с щелком посередине тоже что-то разлетелось. А правильно это вот как-то, значит, в самом правом примере, где всё гармонично, по листу расставлено. То есть они искали артический центр вот в этой абсолютно бездарной, по сути, очень архетипичной речи. Ну, для людей, которые профессионально занимаются историей искусства, эта книга, наверное, никаким откровением никак не была. Да, но я вот когда её прочитал, сейчас я к ней немножко поостыл уже, потому что я понял, что слишком там удобно модели используются. Но тогда я понял, что это, конечно, выдающаяся абсолютно книга, которая позволяет, наконец, понять вот эти процессы, которые происходили в типографике и в рисованном шрифте. И хоть немножко их вот так раскидать, как я попытался сегодня. Кстати, обратите внимание, что происходит, когда талантливейший писатель и искусствовед считает себя дизайнером. Вот он все книжки свои оформляет сам. И вот она плохо оформлена. Это всегда так жаль, что у Парк Попернова выходят его прекрасные книги в его оформлении. Добростат у меня издатели. Вот. И, в общем-то, книга, конечно, про архитектуру, но вот те замечательные, те замечательные категории, которые в «Культуре-2» использованы, они прекрасно вожатся на типографику. Там, где Попернов пишет, что «Культура-1», она как будто бы на руинах себя выстраивает, когда мы смотрим на типографику, мы понимаем, что действительно это так. Да, вот если посмотреть на программу зонного вала Сданиевича 23-го года, мы понимаем, что все, что было до этого, просто отрубается. Да, вся классическая типографика 19-го года. И когда мы смотрим на обложку теленгатора худшей поры, это 1939-й год, это проспект, всесоюзная сельскохозяйственная выставка, мы понимаем, что это, конечно же, по Поперному «Культура-2», где все как бы застыл. Вот та вала, которая потекла в 20-е, она вот, все, конец. Иначе нельзя сделать. Да вот только так нужно делать все проспекты, все книжные обложки. Вот опять это суперсимметрия, это антиковочка и богатейший вот такой аргумент. Еще одна важная штука, которую я тоже его тяну и как бы накладываю на эти типографические тенденции, это движение неподвижности. Конечно, вся модернистская типографика до 1938-го года, она очень подвижна. Мы тоже, наверное, все не увидели, а то, что происходило в пору советской античности, это полная статика. И вот по обложке «Нового мира» это видно. Это видно, она как будто бы зацементированная, да, вот много-много-много лет она, где русские. Ну и, понятное дело, горизонтально-вертикально, это про иерархию в культуре того времени, в культуре «Один», в свободной культуре, в книжной обложке. Вот эта вот иерархичность, она, если и соблюдалась, то видите, как выпендрежно, да, вдруг зачем-то у нее неправый край оставлен, и все. А в пору советской античности это, конечно, строгеортический центр, которому он обучает студенты, как следует из геотернических поведений. Ну и вот этот пример я тоже очень люблю. Слева обожка «Теленгатора» для книжки «Иннер Бирайт» — это такая книга про международный светлый юных пионер, который в городе Галлия состоялся в Германии. Но пионеры СССР и ряда других социалистических стран туда не были допущены, по понятным причинам. И вот это такая гневная книжка, мне кажется, один из шедевров «Теленгатора», да, где фотомонтаж с типографикой прекрасно подружен. Тут нет вот этих вот раздражающих фотомонтажных клочков, которые так любили использовать конструктивисты первого поколения. Буквально ножницами вырезали какие-то нелепые совершенно фотографии, монтировали их своими рисованными оболочными шрифтами. Это выглядело всегда странно. А вот «Теленгатор» из более юного поколения конструктивистов, он уже понимал, как гармонично фотоизображения дружить сошли. И здесь, конечно, ну, во-первых, это с задней стороны обложки, и мы видим здесь многоязычие. Вот тоже важная штука. Вообще-то в СССР культура и дизайн всегда был интернациональным, примерно до 32-го года. Не было зазорно на обложке написать на разных языках либо лозунг, либо название. В 52-м году, если мы смотрим на эту конституцию, мы понимаем, что наша национальная, да, только на русском языке, и никаких других иностранных слов на обложке того времени, в общем, не появлялся. Ну, только если это не были проспекты на туристах. Вот тут мы уже, в общем-то, подходим к финишу. Собственно, из предыдущего, из предыдущей сферы советской античности, вот когда смотришь на это, хочется задать себе вопрос, а куда дальше ты мои книги качнешься, да? Вот как был найден выход из этой цементированной и странной рисованной манеры? Выход был найден, собственно, поколением художников в 60-е годы. Здесь в библиотеке, по-моему, все-таки большая часть книг, она сделана именно уже в такой манере. Это вот работа Ивана Барского. Ну, что попытались шестидесятники противопоставить исключению советской античности? Вновь свободное рисование, вот такое, причем, скорее, близкое к Куприянску, да, то, что я называю, курицелапой. Вновь абсолютно многоосевая композиция и работала вот такими пятнами. И самое главное, наконец, тяжелые переклеты книжные были заменены мягкой одушкой. С точки зрения производства тоже довольно важный момент, да, чем отличается от цепленной книги. Очень часто использовалась картоннажная мягкая обложка, которая еще оборачивалась в супер, в тончайшую супер обложечку. И эта книжка была легкая. Легкая, как, собственно, самого названия этого времени. Вот теперь. Правда, нам кажется, что она была легкая, но она была, на самом деле, уже непростая. Вот. И вот, посмотрите, как замечательно стали пытаться разрушать центральную оси выручки. Тут вообще Збарский нарисовал всю стуточку вправо, перенос у него появился. То есть он чуть-чуть хотя бы попытался приблизиться вот к этому безобразию, который Теток в 1933 году мог делать. Ну, а если книжки переплеток выходили, то, понятное дело, ну, извините, что я сегодня Збарского показывал, там, естественно, прияда была участник художника в 60-е годы. То компоновка и сам характер будут тоже уже не были подчинены вот этой антиквиес-колонной Трояна, которая так всех измучила в 50-е годы. Это вот как бы странный, наверное, немножко рассказ, попытка охватить довольно большие куски времени и посмотреть на рисованные шрифты вот этих декаб, да, или вот этих шаров, которые я там нарисовал. Но моей задачей, наверное, не было показать весь спектр художников, а мне хотелось именно попытаться с вами поговорить про причины, да, вот, к которым происходили эти процессы, да, вот, почему и как менялся характер рисованные буквы. Я совсем ничего не сказал про второй альбом «Искусство шрифта». Мне кажется, по сравнению с этим изданием 60-х годов, он как раз-таки прокладывает дорожку уже вот даже от оптики или типографики в сторону типографики, которая, ну, такое западничество, да, эта теория, которая строилась уже по модным сеткам. И вот этот альбом делало колени художников, которые были младше с Барским. Вот Барским был, ну, такой артист, да, он мог изобразить такие удобные буквы, мог привнести вот эту свежую струю книжную обложку. А вот здесь уже возникает некая система, как эта книжка сделана, да. Конечно, вот этот альбом, несмотря на всю свою вот эту вот космос, да, несмотря на то, что здесь большинство рисованных букв даже никогда и в книгу-то не попадало. Это были такие листы, которые просто показывали, вот, как имеет художник, да. Несмотря на это, в этом альбоме, ну, мы видим хотя бы какие-то попытки пробросить из 77-го года руку в 20-е годы, да, вот, если посмотреть на те же шлифы Максима Жукова, которые здесь показывают, да, мы понимаем, что это привет. Ну, привет сделаны уже с собственной какой-то маневой, с пониманием, что в 77-м году нельзя просто циркулями линейкой учерчивать музыку, да. Здесь есть модульная сетка, которую Максим Георгиевич придумал, здесь есть мысль, которую они подчеркнули у швейцарцы, и это все производит, ну, более, чтобы глагостное впечатление, чем вот тот альбом 60-го года. Вот, вот, вот так вот эти две книжки меня как-то когда-то и, в общем, подвигли на такой раскраску.